Атлантича, Франция, доживет ли ЕС до конца 2020 года? Эдуар Юсон Атлантича, Франция 5 марта 2020 года Письмо из Лондона под редакцией Эдуара Юсона Мы регулярно получаем послание от Бенджамина Дизраэлли, однофамильца великого британского политика XIX века. Комедия после Брексита Станем ли мы в этом году свидетелями одного из самых ярких самоисполняющихся пророчеств последнего времени? Не протяжении более трех лет Европейский Союз всячески боролся против Брексита, а в Брюсселе и на европейских саммитах твердили за закрытыми дверями, что выход Великобритании будет означать риск развала всего ЕС. Тем не менее Брексит все же состоялся вопреки всем политическим маневрам европейских федералистов и их лондонских союзников. А мы в последние дни наблюдаем безразличные отношения Лондона к угрозам ЕС занять непреклонную позицию по тому или другому пункту переговоров. Вы не хотите подписывать договор о свободной торговле, если мы не предоставим вам доступ к нашим рыболовным зонам? Хорошо, значит такого договора не будет. У нас будут отношения по правилам ВТО. Борис Джонсон забавляется, глядя на то, как за заявлениями о непреклонности ЕС усиливаются разногласия между членами Союза. Всем понятно, что всегда действует один и тот же механизм. Единственный способ избежать раскола членов ЕС проявляет непреклонность по отношению к правительству Бориса Джонсона. Все напоминает какой-то кукольный театр, куда с радостью приходят европейские дети, чтобы посмотреть на новые приключения своего героя Бориса, который вновь выставляет на посмешище Ангелус Эануэлен. Это не говоря уже о турецком гамбите, поскольку господин Эрдоган придает нашей комедии более трагический вид. Меня искренне волнует вопрос, не вступает ли Европейский Союз в еще более неспокойные воды, чем во время переговоров с Великобританией. Повторение 2015 года Турецкому Бонапарту явно пришлось не по душе, что ему не оказали полную и слепую поддержку в недавно начатом новом наступлении в Сирии, и он отправил первую волну из 20 тысяч мигрантов на приступ границ Шенгенской зоны. Речь идет о повторении сценария 2015 года. Истощенная в финансовом плане Греция в очередной раз оказалась на передовой. Венгерское правительство уже заявило, что полностью закроет границу. Как отреагируют остальные страны? Ангела Меркель не может не признать провал достигнутой в 2016 году договоренности с Эрдоганом. И сможет ли ваш президент дальше лавировать между населением и европейскими партнерами? И что именно может случиться? Либо плотину прорвет, к нам вновь хлынут сотни тысяч человек, и мы не сможем ничего контролировать на континенте. Либо ЕС попытается взять ситуацию в руки. Но как? Какими средствами? Если мы наблюдаем повторение сценария 2015 года, но со стремлением продемонстрировать европейскую координацию, есть опасение, что ЕС затеряется в абстракциях своего федерализма, будет вводить квоты приема для каждой страны. Но члены Вишеградской группы и другие страны наверняка откажутся, а напряженность усилится. Удары ждали от евро, но ЕС развалит миграционный кризис таким образом. Я делаю ставку на кризис, который будет постепенно подтачивать ЕС. Череда полумер приведет к росту недовольства населения. Легко готов представить резкий рост враждебности к ЕС в Нидерландах. Дойдет ли все до Нексита? Напомним, что голландская культура политической свободы очень близка к британской. На ум также приходят страны Вишеградской группы, которые будут все активнее напирать на свой суверенитет и выражать неприятие любых прогрессистских декретов Европейской комиссии и Европейского совета. И что тогда? Палексит? Венгрексит? Или неожиданный Италексит? Представим, какими будут последствия для Маттиаса Левини? Он быстро приблизится к креслу премьера. Если Испания продолжит следовать политике наивного приема, напряженность поднимется по всему Средиземноморью. Франция и Германия будет тем сложнее справиться с ситуацией, что они будут поглощены собственным политическим расколом. Пойдем дальше. Сможет ли Греция продержаться дольше нескольких дней в условиях такого давления на границы при том, что ее финансы до сих пор не пришли в норму? Кроме того, есть ощущение, что усиление миграционного давления на Европу заставит выделить куда больше средств на пограничный контроль. Либо вы укрепите ваш фронтекс, либо вернетесь к национальным границам. Все это потребует миллиардных инвестиций. Как поступит ваша страна, у которой практически не осталось свободы бюджетного маневра? Как поступит Италия, Греция и Испания? Захотят ли страны Вишеградской группы бросить больше в общий котел, если они не доверяют общим направлениям политики С? Кроме того, вы станете свидетелями поучительного представления. Ваши страны окажутся не в состоянии увеличить взнос в общий бюджет, тогда как Брюссель потерял 40 миллиардов от Великобритании. Дорога друг, происходящее имеет очень большое значение. Люди вроде нас с вами ждали, что Европейский Союз развалится под грузом противоречия валютной системы евро. По факту же к роковому расколу среди членов Евросовета приведет иммиграция. Несмотря на давление народов, я не представляю во Франции и Германии порыва к спасению Европы на фоне второго миграционного кризиса. Разве не видно иронии судьбы в том факте, что Великобритания проголосовала за выход в 2016 году, после катастрофического подхода Ангелы Меркель к первому миграционному кризису? И что Брексит позволил ей избежать второго кризиса? Я не испытываю радости при виде того, с чем вы столкнулись, а лишь предлагаю ЕС воспользоваться последним шансом на выживание, создать осмысленную политику. Потому что ценой провала станет развал Евросоюза. Возможно, к британцам присоединятся другие народы, когда они будут праздновать первую годовщину выхода из ЕС. Искренне ваш, Бенджамин Дизраэль и материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует... Продолжение следует...